Всем доброго дня, это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Домогатских, 10 класс, 1 часть. География мира, социальная и экономическая. Параграф 24. Металлургия. Вспомните, что такое комбинат полного цикла. Это завод, который, по сути дела, управляет, ну, производит, имеет, вернее, производственные процессы полного объема. То есть, туда приводится руда, и на этом комбинате из этой руды сначала делают концентрат, потом из концентрата делают, собственно говоря, железо или чугун, потом из этих самых металлов делают сталь. Из стали ее там могут легировать, добавить какие-то добавки, которые поменяют свойства, могут делать прокат. И самое главное, всяческие химические отбросы, которые появляются при производстве всего этого, всего металла, они точно так же на этом комбинате отправляются в переработку для производства химического сырья. Поэтому комбинат, он не только металл производит, но и различную химию. Металлургия играет очень... А, так, и какие существуют способы производства металла из руды? По сути, их два, с использованием угля и без использования угля. То есть, это угольная, тепловая и с использованным электроэнергией. Металлургия играет очень важную роль в структуре промышленного производства многих стран. Черная металлургия. Этот вид металлургии объединяет предприятия по добыче и обогащению рудного и нерудного металлургического сырья, производству чугуна, стали, проката, феррасплавов из железа. Главная продукция черной металлургии – сталь. Несмотря на конкуренцию со стороны пластмассы и композитных материалов, сталь остается важнейшим конструкционным материалом. Там, где необходима массивность, прочность, долговечность и все это при относительно низкой стоимости, используются различные сорта стали. Сталь тоже бывает очень разных видов. Туда можно добавить разные добавки, поменяв свойства стали. Сталь бывает очень прочной, бывает вязкой, бывает хрупкой, бывает броневой, бывает конструкционной. То есть сталь бывает очень разных видов. Поэтому сталь будет производиться еще очень долго. На предприятиях черной металлургии организована цепочка различных технологических процессов от добычи руды до выпуска готовой продукции, проката листового металла, металлургических стержней, профилей, труб и другого. Однако главным процессом ее в черной металлургии является выплавка металла. Основным исходным сырьем для получения черных металлов являются железная руда, марганец, коксующиеся угли и руды легирующих металлов. В связи с внедрением бездоменного производства черных металлов, потребление кокса в последнее время заметно сокращается. На размещение предприятий черной металлургии влияют несколько факторов. Сырьевой – это близость к месторождениям руды, топливный – наличие источника коксующегося угля и электроэнергии, транспортный – особенно важен для предприятий, работающих на привозном сырье, вдали от источников руды и угля. Экологические – предприятия черной металлургии, особенно устаревшие и использующие доменный процесс, являются одними из самых грязных производств. Плюс потребительские – наличие потребителя стали, крупных машиностроительных центров. Большое количество факторов, определяющих размещение отрасли, привело к тому, что в мире сложилось множество металлургических районов разных типов. Назовем основные из них. Районы, ориентированные на сочетание месторождений каменного угля и железной руды. Как правило, это старопромышленные районы. Такие районы сложились в Великобритании, России, Китае, Индии, ЮАР. В этих странах существует территориальное сочетание месторождений металлургического сырья. Для них характерна концентрация крупных комбинатов полного цикла, где осуществляются все стадии производства – от обогащения железной руды до выплавки чугуна, стали и производства проката. Районы, расположенные в местах добычи угля или руды, также относятся к старопромышленным. В них тоже действуют крупные комбинаты полного цикла. Металлургические районы, ориентированные на угольные месторождения, существуют в США, Германии, Польше, а на железно-рудные бассейны – в Китае, Бразилии, Мексике. В России существуют металлургические районы обоих типов. Районы, работающие на привозном сырье, расположены вне каменно-угольных и железно-рудных бассейнов. Эти районы возникли на пересечении крупных транспортных магистралей. Приметой последних десятилетий стал перевод металлургических производств ближе к крупным морским портам, что особенно характерно для Японии, стран Западной Европы, Китая. Постепенно в черной металлургии сокращается строительство крупных комбинатов. В настоящее время создаются небольшие узкоспециализированные предприятия. Эти мини-заводы обслуживают конкретного потребителя металла, например, машиностроительный завод. Таких заводов много в США, Японии, Китае, Италии, Испании, Мексике, Бразилии. Долгое время развитие черной металлургии определяло уровень экономического развития страны. За мировое лидерство по выплавке стали долгое время соревновались Великобритания, США, Германия и Россия. В новых условиях, когда доходность предприятий и отраслей определяется наукоемкостью продукции, ситуация изменилась. Сталь – продукция массовая, но недорогая. В то же время на металлургических комбинатах занято много людей. Эти предприятия потребляют огромное количество сырья и энергии. Высокую доходность производства в таких условиях обеспечить сложно. Она снижается по причине повышенной экологической опасности, которую представляют металлургические заводы. Под влиянием этих факторов в последние десятилетия наблюдается перемещение предприятий черной металлургии из развитых стран в развивающейся. Исходя из всего этого, нынешняя тенденция развития черной металлургии – сокращение производства стали в развитых странах и увеличение в развивающихся. Традиционными лидерами в черной металлургии являются развитые страны, но абсолютным лидером является Китай. Цветная металлургия. Эта отрасль испытала существенное обновление в период научно-технической революции. Изменения затронули всю структуру отрасли. Если до Второй мировой войны преобладала выплавка тяжелых цветных металлов – меди, свинца, цинка, олова – то в 60-е и 70-е годы 20-го века на первое место вышло производство алюминия. В последние годы резко увеличилась выплавка различных редкоземельных элементов – кобальта, титана, лития, магния и т.д. Здесь вот страны-лидеры по производству продукции черной металлургии. Здесь все просто. На первое место ставьте Китай, и вы не прогадаете. Китай производит половину всего мирового мировой стали, половину всего мирового чугуна и т.д. И только потом уже с сильным отставанием идут США, Германия, Индия, Россия. Цветная металлургия обеспечивает потребности мирового хозяйства примерно в 70-е, на самом деле уже больше 100 металлов. Однако основная доля выплавки приходится на алюминий, медь, цинк и свинец. Все остальные цветные металлы составляют менее 3% общего объема выплавки. Цветная металлургия занимается выплавкой разнообразных металлов, содержания которых в руде, как правило, очень мало. Производство этих металлов происходит в два этапа – обогащение руды, приводящее к повышению содержания металла в руде, и, собственно, выплавка металла. Для размещения почти всех отраслей цветной металлургии характерны следующие закономерности. Добыча и обогащение руды производится в странах, располагающих запасами рудного сырья. В том числе в развивающихся странах. Главной продукцией цветной металлургии развивающихся стран являются рудные концентраты, то есть сильно обогащенная руда. Выплавка металла сосредоточена в развитых странах. Исключением из этого правила является Чили, страна, хоть и относящаяся к числу развивающихся, однако обладающая достаточно высоким уровнем развития промышленности. И опять-таки, глядя на вот эту таблицу, можно сказать так. По выплавке всяких цветных металлов на первом месте – Китай, а вот по производству руды – различные развивающиеся страны. Повторим главное. Старые металлургические центры возникали в районах добычи угля или руды. Новые ориентируются на привозное сырье. В цветной металлургии наблюдается значительный территориальный разрыв между районами добычи и обогащения руды и производства готового металла. Первый этап производства цветных металлов сосредоточен в развивающихся странах, второй – в развитых. Основная продукция предприятий черной металлургии – сталь, цветной, алюминий, медь, цинк и свинец. Металлургия относится к группе грязных производств, поэтому наблюдается тенденция к выводу предприятий этой отрасли из развитых стран в развивающихся. На самом деле сейчас уже постепенно начали возвращать развитые страны производство на свою собственную территорию, потому что, извините, но население надо каким-то образом обеспечивать работой, и заводы – это хорошее место, чтобы платить зарплату людям. Вопросы. Какие отрасли входят в состав металлургии? По сути дела, черная металлургия да цветная металлургия. Какие виды ресурсов необходимы для работы предприятий черной металлургии? По сути дела, это железная руда, это уголь, причем коксующийся уголь, и это электроэнергия. Назовите факторы, определяющие размещение черной металлургии. Первым фактором – это фактор сырьевой, то есть либо это доступ к месторождению металла, либо доступ к месторождению угля. Второй фактор – это доступ к энергии, то есть электроэнергии, сюда можно опять-таки угольный вспомнить. Третий фактор – это транспортный, то есть близость к транспортным потокам. Четвертый фактор – это близость потребителя, крупных машиностроительных предприятий. Что отличает цветную металлургии от черной? Цветная металлургия, она выплавляет гораздо меньше продукции и работает с рудой, которая намного беднее, чем руда черной металлургии. Как вы объясните тот факт, что Япония долгие годы занимает одно из первых мест в мире по производству стали? Тем, что Япония просто покупает железную руду, но при этом на своей территории создала очень высококачественные и современные сталилитейные заводы. Японская сталь очень высокого качества. И там, кстати, комбинаты полного цикла. Каковы главные тенденции в изменении размещения современной металлургии? Да, по сути, основных тенденций нет. Суть в том, что сейчас идет переход от крупных комбинатов к небольшим металлургическим заводам, которые ориентированы на производство посредством высоких объемов электроэнергии. Вот основная тенденция. Почему алюминий и медь составляют большую часть выпавки цветных металлов? Потому что, во-первых, алюминий и медь все-таки довольно-таки много в земной Корее. Алюминия так вообще очень много. Второе, они очень активно используются в самых разных отраслях промышленности. И алюминий и медь крайне востребованы. Почему Канада и Норвегия занимают лидирующее положение по выпавке алюминия, хотя не имеют запасов алюминиевых руд? Потому что в этих странах довольно-таки большой объем дешевой электроэнергии. Выпавка алюминия требует огромных объемов дешевой электроэнергии. Поэтому, собственно говоря, в Канаде и Норвегии много дешевой электроэнергии на гидроэлектростанциях. Поэтому они и лидирующее положение в производстве алюминия занимают. Хотя Китай, конечно, все равно их всех обгоняет.